Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня состоялась апелляция по делу Михаила Ефремова в Мосгорсуде. Она уже завершилась, отложена на 22 октября рассмотрение дела. На четверг по просьбе адвоката Добровинского. Он немножко в шоке от Петра Хархорина, который вызвал в суд эксперта для того, чтобы допросить его о том, был ли пристегнут Сергей Захаров. Более того, представил суд выводы по заключению эксперта, которые приобщили к делу. Бутырина немножечко с Добровинским были в шоке и попросили отложить, потому что хотят подготовить соответствующий вопрос этому специалисту. Впервые, я напомню, сначала рассмотрение дела Ефремова Бутырина с Добровинским не готовы допрашивать эксперта. Вот так, с корабля на бал, что называется. Мне вот заинтересовала такая новость, адвокатская палата Северной Осетии не нашла нарушений со стороны Пашаева в деле Ефремова. Новость самая интересная, что свежая сегодняшняя. Более того, представитель адвокатской палаты Северной Осетии побывала сегодня тоже в суде, Мосгорсуде, и передала некий документ. Послушайте, в палате уточнили, что согласовывали все интервью, которые Ельман Пашаев давал в СМИ. То есть, адвокатская палата Северной Осетии заявляет, что согласовывала все абсолютные интервью, которые Ельман Пашаев давал в СМИ по делу Михаила Ефремова. Вот сообщает ТАСС, что адвокатская палата Республики Северной Осетии Алания не нашла нарушений со стороны Ельмана Пашаева при представлении им интересов Михаила Ефремова в суде первой инстанции. У меня сразу вопрос возник, а за что тогда лишили его статуса на год? Нет, если вот они заявляют в адвокатской палате, что нарушений они не нашли, значит, когда Ельман Пашаев защищал Ефремова в первой инстанции. Нарушений нет. А тогда за что его на год лишили, я не понимаю, за что? Лишили за то, что он там что-то не так делал, наверное, а все говорят, все нормально. Об этом заявила прокурор, а об этом заявила прокурор Диана Галиулина на заседании Мосгорсуда по жалобе на приговор артисту. Вот как, это прокурор, не представитель, простите, адвокатской палаты, а прокурор заявила. В связи с заявлением Ефремова о том, что он подвергался давлению со стороны Пашаева, прошу приобщить к материалам дела копию решения адвокатской палаты РСО Алания о лишении Пашаева статуса адвоката. Там сказано, что конкретно при осуществлении защиты Ефремова Пашаев не допустил нарушения адвокатской этики, а все его интервью СМИ были согласованы с Республиканской адвокатской палатой, сказала она. Ну, вы знаете, для меня вообще удивление тогда. То есть при осуществлении защиты Ефремова он ничего не допустил, никаких нарушений с точки зрения адвокатской палаты Северной Осетии, да? Более того, все, значит, выступления в СМИ он согласовывал с палатой. Тогда за что лишили, значит, не связанные за что-то с делами Ефремова. Понятно, что просто защищают, но прокурор об этом заявляет в свете того, что Ефремов, вы знаете, заявил, что Пашаев оказывал на него давление. И, собственно говоря, вот под этим давлением, что он там невиновен и так далее, он отказался от первоначального своего вот этого покаянного видео, где он признавал вину. Сейчас же идет полное признание вины. Я здесь не очень понимаю, еще раз говорю, что происходит. Почему? Потому что, по идее, если лишили адвокатского статуса на год, ну, значит, нашли какие-то нарушения, но они пишут, в деле Ефремова не найдено. Да, все он делал правильно, якобы. Если он согласовывал с палатой, значит, ну, палата же проверяет, что она проверяет, законность того, что он говорит и так далее. Значит, все правильно, с точки зрения закона, считает палата, да? Адвокатская палата. Но в то же время, в то же время, говорит прокурор, что, значит, для того, чтобы, видимо, вот нивелировать правовые последствия заявления Ефремова о том, что Пашаев на него оказывал давление и тем самым, ну, можно сказать, вводил в заблуждение или что-то подобное, да? И поэтому Ефремов отказался от первоначальной, так сказать, от первоначального признания вины. Для того, чтобы вот это все нивелировать, нивелировать правовые последствия этого заявления, приобщает к материалам дела заявление, что Пашаев делал все правильно в деле Ефремова, да? Пашаев делал все правильно, соответственно, нет оснований говорить, что он там каким-то образом вводил Ефремов в заблуждение. Но здесь не имеет ни малейшего значения, что считает адвокатская палата. Разве прокурор этого не понимает? Имеет значение, что говорит доверитель Пашаев, Ефремов. То есть я о чем? Если палата считает, что все было законно с точки зрения, значит, правовых норм, да, у Пашаева, когда он общался со СМИ, когда защищал Ефремова, то, что он говорил в суде и так далее. Это одно. Другой разговор, что доверитель Пашаева Ефремов может говорить, ну, а вот я считаю, что, может быть, с точки зрения закона он все делал правильно, как говорит палата, но говоря мне, да, о наличии каких-либо, соответственно, или отсутствии доказательств моей виновности, ввел меня в заблуждение. Это не имеет отношения одно к другому никакого. Другое дело, что, как мне кажется, да и не кажется, наверное, так и есть, это просто ход для того, чтобы как можно больше скостить срок, да, потому что, по сути, Пашаев-то делал, как я считаю, правильно, с точки зрения того, что он искал истину. Вот, вот что я думаю. И за это и пострадал, в общем-то. А Ефремов что сделал? Ефремов сделал все так, в общем-то говоря, как, наверное, сделал бы любой другой человек с точки зрения того, чтобы, как и семья бы сделала, чтобы быстрее оказаться дома. Но вот этот моральный аспект того, что он сказал у Пашаеви, там, ввел заблуждение и так далее, не знаю, насколько это правильно, неправильно, не мне судить точно. Я считаю, что не нам судить. Но, тем не менее, конечно, странности здесь какие-то есть, как мне кажется. Еще раз повторюсь. Потому что, с одной стороны, еще раз скажу, нарушений нет. С другой стороны, лишили статуса. Получается, не за дело Ефремова, а говорили за дело Ефремова. И теперь в суде, когда Ефремов заявляет, что там давил и так далее, и под давлением отказался от признания вины, потому что, значит, чуть ли там не гипнотический Пашаев, так сказать, его чуть ли не загимнотизировал для того, чтобы он сидел, молчал, так сказать, и не противоречил. И говорил о том, что есть доказательство невиновности Ефремова, да, и он поверил в это. А сейчас прокурор говорит, что вот, посмотрите, он сделал все правильно, собственно говоря, поэтому Ефремов не может говорить о том, что его ввели в заблуждение. Ну, это же полная бредятина, еще раз говорю, потому что если даже он все делал по закону, все правильно, все, что-то лишали его статуса, хорошо, лишили за что-то другое, но тогда почему Ефремов-то не может сказать, что, значит, вот то, что он сказал, он имеет право, потому что даже если с точки зрения закона все делалось, но для него это было введение в заблуждение, какие-то факты, которые говорили о его невиновности, он, может, воспринял так, что действительно он невиновен, а с самого начала считал, что виновен, и потом понял, что да, виновен. Мне кажется, Ефремов знает, что он невиновен, он догадывается, но он понимает, что таким путем он вообще не выйдет оттуда. Вот и все. И задача была сказать про Пашаев это для того, чтобы просто срок скостить. Мое такое мнение. С вами был Будда Гришна, ребят, подписывайтесь на мой основной канал, подписывайтесь на канал о саморазвитии Будда Гришна Live, подписывайтесь на мой инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание official. Пишите ваши комментарии, что думаете по этому поводу. Всем пока, до встречи.